Е-каталог. Отличный сервис, который поможет тебе сделать самый выгодный выбор при покупке любого товара. Захотел новый телефон или видеокарту? Не проблема, заходи на сайт. Подбор по параметрам поможет с легкостью выбрать нужные товары, которые вы сможете сравнить по цене, по доставщику и по другим параметрам. Также там есть куча отзывов, фото и даже видеообзоров на каждый из товаров. Е-каталог не продает товар. Он находит для вас самое выгодное предложение по вашему запросу. Ссылка в описании. Приветствую всех, с вами Феномен и Близзард вот так неожиданно сделали анонс нового дополнения, которое станет доступным уже 7 августа. Весь анонс, если его так можно назвать, больше похож на то, что Близзард просто как-то нечаянно выпустили ролик о анонсе карт преждевременно. То ли была какая-то утечка, непонятно, потому что ролик был просто доступен по закрытой ссылке на канале Хардстоуна и все. Ну и потом уже видимо всплыл он в интернете и плюнули и оставили так как есть. Проекты Доктора Бума. Именно так называется новый аддон. Показали нам немного нового, парочку карт и новую механику. Но все по порядку. Поставьте ребят лайк и давайте посмотрим, что же нас ждет. А ждет нас возвращение к механизмам. Добро пожаловать гоблинам и гномам. Как-то на стриме кто-то заикнулся о том, что механизмы в Хардстоуне умирают и нужно бы что-то с этим делать. Ну и он был прав как никогда. Но к механизмам добавится новый эффект. Не ко всем, а просто новая механика в игре под названием Магнетизм. Работает это так, что карты с этим текстом очень сильно синергируют друг с другом. Разыграв одну карту с Магнетизмом и затем другую, статы и способности карты присоединяются к вашему другому механизму. И на самом деле это звучит очень сильно. Пока конечно нам показали немного карт, но скорее всего парочку имбовых или просто сильных карт там будет. Своего рода Магнетизм это как дроп, так и баф в одном лице, что может быть супер опасным, так как кроме статов присоединяются и эффекты. Но с другой стороны, хватит ли в игре столько механизмов, чтобы механика себя показала хорошо. Пока непонятно. Увидим это на релизе, пока очень рано гадать. А то я знаю, все как обычно кричат имба, 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 а потом не играет это все на релизе. Ну и давайте пройдемся по картам. Перевод любительский, так что не обращайте внимания особо. Первая карта Паучья Бомба. За 3 маны 2-2 механизм как раз с новым эффектом магнетизма. И предсмертным хрипом убивает рандомное существо противника. Довольно интересная карта, учитывая, что мы можем присвоить ее эффект другим механизмам. Вот только мехохотник умер очень давно. И сейчас его воскресить навряд ли получится. Но карта любопытна не как новым эффектом, а предсмертным хрипом. Ведь можно неплохо теперь контролить стол и заставлять противника играть вокруг этой Паучьей Бомбы. Дальше у нас легендарка на шамана. За 3 маны 3-3 элементаль. Ваше следующее заклинание на этом ходу разыгрывается дважды. Применение у этой карты уйма. И я думаю, она станет одной из топовых и неплохо усилит колоды шамана. Единственная проблема, что его не впихнешь в четного шамана. Но это опять синергия элемов, плюс двойные спылы, даже с тем же выбросом лавы. Это за 6 маны 10 урона. Что как финишер может неплохо так сработать. Биологический проект. Каждый игрок получает 2 кристалла маны. Не знаю, насколько это будет профитно, но как правило, никто не хочет давать себе и противнику какие-то ресурсы. Пусть и за 1 ману 2 кристалла маны. Но возможно, вкупе с какими-то другими картами оно может себя показать. Но мне кажется, что это провальная затея. И в целом идея того, что что-то там давать вашему оппоненту, всегда может закончиться чревато. Дальше у нас общий эпик. Омега защитник. О, мега лул. За 4 маны 2-6 таунт. Но с боевым кличом опять какие-то новые условия. Если у вас 10 кристаллов маны, то омега получает плюс 10 к атаке. Конечно, сразу хочется запихнуть этого дядю в колоду друида. Но потому что он быстро разгоняется по мане, мы потом ставим огромного таунта, да и стоит он всего 4 маны. Вполне есть потенциал у этой карты, но скорее всего только у друида. Нестабильный элемент мира. Легендарное заклинание. Вы берете все оставшиеся карты из колоды. Похоже, больше на какой-то квест. Но непонятно до конца, как это будет работать. В том плане, что в руке больше 10 карт не может быть. И зачем тогда нам такой лютый добор? Или все же все карты будут у нас в руке и мы сможем их играть, но при этом мы же будем получать фатик. Карта супер непонятная и даже немного какая-то с прибабахом, я бы сказал. Ну и в конце нам еще показали загадочную карту, наподобие как было с Хагатой. Это вот такая карта. По ролику мы понимаем, что это новый Доктор Бом, и по всей видимости это будет новая карта героя на война. Что за эффект, пока остается лишь гадать. Возможно, обилка будет призывать взрыва ботов, было бы прикольно или нет. Остается только гадать и ждать. Возможно, это будет какой-то босс нового приключения, как было и с Хагатой. Скорее всего, так оно и будет. На данный момент это все, что нам показали про новое дополнение. Остальное будет на стриме 23 июля, где уже нам покажут еще новые картонки, а также расскажут про предзаказы. И, кстати, в этот раз их будет два. Первый предзаказ 50 паков, плюс случайная золотая легендарка, плюс рубашка мех Джараксуса, за что респект Близзам. Наконец-то они дали давать какие-то плюшки за предзаказ, а не просто рубашку. И второй предзаказ 80 паков, плюс случайная золотая легендарка, плюс рубашка мех Джараксуса, плюс новый альтернативный герой чернокнижника мех Джараксус. Пока, правда, цен и артов нету, но, скорее всего, нам покажут. Единственное, что мне не нравится, это то, что, скорее всего, альтернативного героя на чернокнижника можно будет получить только за деньги. Скин, который можно получить только за донат, ну, Близзард, конечно, не похвально, не похвально. Спасибо за аддон, но скин, который можно получить только за донат, спасибо, не надо. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие новости. Не забывайте, что я, как и всегда, буду разыгрывать предзаказ, так что сделайте правильно, что подпишитесь и поставьте лайк. Делитесь в комментариях, что вы ждете от нового аддона, ну и всем удачи, всем пока. Ну, кстати, если я буду разыгрывать предзаказ, соответственно, у вас будет шанс получить и новый скин. Хм, может быть сказать спасибо Близзардам?